Всем привет друзья, пожалуйста подпишитесь на новый канал, ставьте лайки или дизлайки и поделитесь вашим комментарием. На этой неделе Ксения Собчак стала одной из самых обсуждаемых персон. Причина для столь пристального внимания стал побег блондинки из России в Литву. Сейчас на телеведущую обрушилась волна критики. 40-летняя журналистка не прочь подшутить над звездами. Однако сейчас Собчак и сама стала предметом насмешек. Все, с кем у нее были конфликты, потирая руки, говорят о бумеранге. Есть и те, кто поддерживает Ксению. Так, например, за нее заступилась Рената Литвинова. Когда кидаются все на одного и травят, хочу по-человечески поддержать Собчак. Ксения, сил, держись. Написала режиссер в блоге. Сегодня на слова звездной блондинки отреагировала представительница МИД РФ Мария Захарова. Дорогая Рената, мы все очень переживаем за затравленных. Правда, меньше, чем за тех, кто сейчас на передовой, а не на задворках стран, поставляющих оружие, из которого убивают наш народ. И желаем вам сил осознать простую истину. Травить людей нельзя, травить людей за деньги нельзя тоже. Травля за деньги наказуема по закону. Травля от души наказуема по другому закону. Потому что травля отравляет травящего, призвала к совести актрису Захарова. Мария Владимировна напомнила экстравагантной артистке, что Ксения Собчак и сама неоднократно грубо высказывала о других. Называть людей генетическим отребьем, жить в многонациональной стране и с презрением относиться к культуре ее народа. Считать детей маленькими гаденышами, издеваться над чужими святынями, высокомерно и жестоко унижать тех, кто слабее и беднее, это травля. А вот когда это еще и за деньги, и не просто, но деньги осознанно изничтожающих страну и народ сил, это уже чуть посложнее история, резюмировала политик. Тина Канделаки продублировала высказывания Захаровой в личном телеграм-канале, очевидно, вновь согласившись с ее словами, но позже поспешила удалить публикацию.